Здоровье душевным решили позаботиться американские школьные библиотекари. Они требуют оградить подрастающее поколение от тлетворного влияния Уильяма Шекспира. Британского классика уже давно пытаются подогнать под современные культурные нормы, политкорректные. Что же из этого получается, разбирался наш политический обозреватель Роман Никифоров. Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Уильяма Бензи нашего Шекспира? Милиционер и угонщик из фильма «Берегись автомобиля» переписывают Шекспира на ходу. А что с них взять? Художественная самодеятельность. Волчий капкан, а больная нога, а сигаретный друг. Слушайте, прекратите отсебятину. Во времена Шекспира не было сигарет, друг. Не была. Это уже не Гамлет, а Отелло, не народный театр, а королевский, шекспировский. Но и британцам собственный классик не указ. В их постановке главный злодей и яга темнокожий. И теперь в пьесе противостояние двух мавров. А значит, ошибки автора исправлены. Я считаю, что это не расистская пьеса. Однако она довольно серьезно опирается на расизм. Я думаю, что он используется там очень буднично и просто для драматического эффекта. Новый Отелло появляется еще шесть лет назад. А сегодня это уже не эксперимент, а мировой тренд. Российский продюсер Тимур Бекмамбетов снимает в Америке Ромео и Джульетту. С режиссером Кэрри Уильямсом. Действия происходят в наши дни на экранах смартфонов и соцсетях. Причем Монтеки и Капулетти вовсе не итальянские кланы, а латинский и афроамериканский. Я понял, что язык Шекспира очень сложный. Мне был непонятен стих, этот ямп. Я не мог понять, почему Шекспир ставит ударение именно здесь. Но даже если заменить ямп на рэп, до идеала политкорректности фильм все равно не дотягивает. Надо бы Ромео сменить пол, Джульетту усадить в инвалидное кресло и отправить обоих, а точнее обеих, на митинг Black Lives Matter, чтобы там их задушил коп, тайный трампист, который не уважает женщин. Мы живем в эпоху постмодернизма, а законы постмодернизма определены тем, что все старое заново пересматривается. Художественные произведения ангажируют под какие-то актуальные идеи. Хотя зачем переписывать, если можно просто запретить? School Library Journal – журнал для американских школьных библиотекарей – выдает статью «Учить или не учить». Работы Шекспира полны проблемных устаревших идей с большим количеством женоненавистничества, расизма, гомофобии, классизма, антисемитизма и ненависти к черным женщинам. Аманда Макгрегор не одинока. Шекспироведов-разоблачителей набирается на целые движения, которые атакуют соцсети. Афелию сделала сумасшедшей, значит, не любят женщин. Гертруда заставляет своего сына выпить бокал с ядом, а сама выпивает, значит, дура. И так можно, правда ведь? Но это не будет Шекспир. Что взамен? Новая детская литература. Ничего лишнего, даже картинок. Только борьба с расизмом. Мой цвет кожи выглядит вот так. А вот и современный классик Эмма Добери. Написала роман «Не трогай мои волосы». Здесь и про базовые ценности, и про подвиг. Как опасно ходить в школу с африканскими косичками. Я знаю кучу стереотипов о темнокожих женщинах, и они очень популярны по всему миру. Сэмой записывает интервью ведущие издания. Ее цитируют юные литературоведы, то есть блогеры. Там говорится, что белые люди не признают волосы темнокожих как нормальные. Из-за этого они ассоциируют нас больше с овцами, то есть со скотом. Для нормальных писателей, не конъюнктурщиков, и не тех, кто пишет ради Нобелевской премии или премии «Большая книга», а ради самой литературы и ради читателей, все это помрачение, я бы так сказал, оно не имеет никакого значения. Но если ты сейчас хочешь Нобелевку оторвать, ну тут давай, давай уже, так сказать, думай, кто у тебя будет герой-любовник. Какой раса. А вот у Шекспира выбора нет. Нового он уже ничего не напишет. Так что, возможно, через несколько лет увидеть классическую постановку Гамлета можно будет только в каком-нибудь драм-кружке. Евгений Александрович, вот это место оставьте ради бога. Оставьте, перерыв. Роман Гиворов, Мария Солопова, Сергей Боровский. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин